В Твери ведется борьба с борщевиком. Задача городских властей в этом году избавить от ядовитого растения 200 тысяч квадратных метров. Зеленый завоеватель медленно, но уверенно подобрался и к самому центру Твери. Накануне наш телеканал рассказал о том, что опасный сорняк поселился на набережной реки Лазури и по соседству с детским садом. Проблема с борщевиком стала настолько масштабной, что ею вплотную занялись городские власти. О том, какими методами чиновники борются с ядовитым растением, из первых уст. Борщевик растения не капризный. Ему хорошо живется не только на заброшенных сельхозугодиях, но и в городской черте. Уверен, он себя чувствует по соседству с детским садом номер 9 на улице Седово в Заволжском районе Твери и на набережной реки Лазури. Здесь лес цветущих зонтиков виден издалека. Одно такое растение способно дать 25 тысяч семян, которые могут храниться в почве 15 лет. Проблема борщевика обрела такие масштабы, что бороться с ней взялась городская администрация. Голыми руками в прямом смысле этот сорняк не возьмешь. В качестве оружия, спецтехника и химикаты. На сегодняшний день ведутся работы в нескольких районах города. Процесс идет в два этапа. Сейчас у нас проводится плановая работа по борьбе с борщевиком в районе улицы Дерцена на площади 15 тысяч квадратных метров. Был проведен первый этап – это агротехнический способ борьбы с борщевиком, то есть механическое удаление борщевика, скашивание его. Сейчас проводится второй этап – химические меры борьбы с помощью реагентов. Как рассказал биолог, бороться с борщевиком косой – мера действенная, но делать это нужно до того, как живучие растения выпустят цвет. Собственно, и процедуру необходимо повторить еще раз, а то и два за сезон. Химикаты способны нейтрализовать зеленого противника, но вместе с тем эти препараты опасны для других рядом растущих культур. Косит борщевик посредством техники, делает это предприятие «Зеленстрой». Наш телеканал поинтересовался у жителей Твери, как они оценивают обстановку и знают ли, как нужно бороться с зеленым агрессором. Как вы считаете, достаточно активно с ним борется? Минимум 2-3 раза надо его косить, убирать. А так, семена 15 лет в земле лежат. Ой, как он надоел, этот борщевик. Это ужасно, ужасно. И ничего у нас с ним не делают. То есть вы считаете, недостаточно активно борются? Вообще не борются, мне кажется. Вообще никто ничего не делает. Абсолютно. Насколько работаю по колхозам, ну, бывают случаи у меня, никто ничего им не занимается. Вообще ничего не делает. Не скашивают, ничего не делают. А он очень вредный. Я знаю случаи, когда действительно знакомые, ожоги были сильные. Вообще очень вредные. Между тем, как сообщили в пресс-службе городской администрации Твери, в прошлом году было скошено 100 тысяч квадратных метров борщевика. В этом поле боя расширено почти вдвое. Обрабатываются те территории, что были и в прошлом году, и еще столько же новых. Среди них поселок Литвинки, Старая Константиновка и поселок Вагонников, Южный и Мамулино. Однако борщевик по-прежнему настойчиво завоевывает новые квадратные метры Тверской земли и становится ближе к человеку. Контакт с этим растением, а точнее при попадании сока на кожу под воздействием солнца, может закончиться сильным химическим ожогом. Потому прогуливаясь по городским улицам, жителям стоит чаще смотреть под ноги. В случае, если в поле зрения оказались колонии ядовитого растения, которые остались без внимания городских властей, то сообщить о них можно в Департамент дорожного хозяйства Твери по номеру 34 34 53.